Приветствую, друзья! Итак, выстроенная неприятелем за последние 9 лет фортеция перед Донецком, идущая полукругом сквозь близлежащие населенные пункты, начиная с южных границ через запад и выходящая на северо-западное направление, дала еще одну трещину. Вчера пришло сообщение, что сводными подразделениями войск России практически полностью была взята Маринга, территориально расположенная на юго-западе от Донецка. Собственно, сам городок за прошедшие годы был превращен неприятелем в практически неприступную крепость. Были обустроены и укреплены огневые точки, места расположения артиллерии. Весь населенный пункт был оборудован подземными ходами между позициями для свободного перемещения личного состава, переброски подкрепления, снабжения обороняющихся боекомплектом и прочими необходимыми расходниками. На самых высоких точках были оборудованы видеокамеры, держащие под наблюдением и контролем окрестное пространство со всеми подходами. Сами же подходы были густо усеяны минами, образуя между собой целые непроходимые поля. То есть неприятелем было создано глубоко эшелонированное, с виду неприступная оборона. В дополнение ко всем перечисленным факторам можно еще добавить оборудованные подземные ангары для отстоя техники после обстрелов с обширными помещениями для хранения запасов снаряжения, провианта и боекомплекта. Бои за Маринку начались два года назад, но к настоящему времени нашим бойцам удалось забрать только частный сектор, а с засевшим в районе многоэтажек в западной части города противникам до нынешнего момента продолжались позиционные бои. И вот вчера над районами Маринки взметнулся российский триколор с одновременным видеосообщением бойцов одного из подразделений с данного участка о получении контроля над городом. Впрочем, пока сообщений по Маринке ни от нашего Министерства обороны, ни от противника не поступало. Хотя в Укра-СМИ уже пошли сообщения разряда «Мы не смогли», «Простите», «Извините» и так далее. В данный момент за противником по сообщениям с тех мест осталось всего около 0,33 квадратных километров, тогда как за войсками России 4 квадратных километра территории. То есть о полном 100% контроле говорить пока преждевременно и нужно подождать пару дней для прояснения ситуации. Если же судить более масштабно, то выход наших частей на западной границе Маринки автоматически ставит под огневой контроль логистические маршруты снабжения угледарской группировки, что в свою очередь положит начало к дестабилизирующим процессам обороны противника в районе Угледара. В общем, куда ни глянь, всюду одни плюсы. Также можно добавить то, что из Маринки, как и Авдеевки, все эти года шли интенсивные обстрелы жилых районов Донецка, забирающие практически ежедневно жизнемирного населения. Поэтому успешность работы российских войск на всей полуокружности укрепов неприятеля по населенным пунктам под Донецком, а также падение одного за другим оснований старательно выложенной оборонительной фортеции, выбивает еще один кирпич из фундамента, устроенный ворогом, дончаном. Тирании. Так вишь, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok